И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Так что написано в молитве письма не вёлся. Разве Иисус не знал, что ответить? Он бы начал от бытия, показал бы о гибели рода человечества, как он пришёл, и как всё по Писанию исполнилось, но ничего не отвечал, всё уже кончилось. Сегодня ещё раз звучит проповедь, сегодня ещё ангел несёт Евангелие по небу, вы видели, как по спине небо нёс. Будет момент, когда это прекратится, дверь закроется. И написано, многие придут и в дверь будут стучать, отвори, припоминать начнут. Ты в нашем храме проповедовал, на наших улицах ходил, чудеса творил. И он скажет, отойдите, проклятые, в огонь вечный, я никогда не знал вас. Они чудеса творили, в храм Гожий ходили. А Христос скажет, никогда не знал вас. И на этом всё закончится. Вот сегодня человек, что бы ни сказал, дети, сделайте так. Почему ты сделал? Просто так. Он думает, это оправдание. Просто так, значит, у него обыденное, привычное, его совесть не мучает, обозвал другого, ударил, столкнул. Знаю, что другой не умеет плавать, им с пирса ничего не стоит столкнуть умышленным. Деградация вообще человечества. Сейчас русский народ, но воевать не надо. Просто Бог настанет час, скажет, и само по себе всё развалилось, и нигде ничего не... Почему? А причина одна, за Бога не держится. Люди Бога не знают совсем. А храмы, что ходят, без веры в Бога, это никакого значения не имеет. Я хотел посмотреть по Слову Божию. Где нам надо говорить и где не говорить. А то очень говорливые. Учите детей правильно говорить. Учите их правильно молчать. Чтобы они никогда не ссылались на грехи людей. А они слышат от родителей, а родители знают, что крайний. А почему моих детей видят, а того не видят, то есть ты того ещё зацепил. Это абсолютно не христианский подход. К тебе первым подошли, сказали, внук ли это, дитё ли твое, ты сразу поблагодари и поцелуй. Господи, как меня любят. Посторонний человек язык молотит. Пришёл, заметил. Даже не так, не так, даст на того, кто там не имеет, поблагодари за намерение. А не так, моему ребёнку замечание, а тому ничего не сказали. Да нигде такого в Писании нет, чтобы на кого-то показывать. Экклесиаз 3.7. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Понимаете, я каждый раз, когда говорю Слово Божие, хочу сказать. Вы запоминайте хоть немного. Сегодня я вам говорю о молчании. И о страдании. Всего два слова. Когда время говорить и когда молчать. Говорят, то есть не говорят, а болтают. Всё, что не попадёт на язык. Ну меня же спросили. Так в этом тебе и смысл, что тебя спросили, а ты можешь не говорить. Ты предателем можешь быть. Кто бы тебя ни спросил, а ты поблагодари Бога. Господи, здесь я выдержу испытания, я ничего здесь не скажу. Нельзя. Вот поговорите с любым евреем, он тебе всё, маленький ребёнок, не скажет. Поговори с мусульманином, он тоже не скажет. Что-то можно сказать, а что-то нет. Пытай его, он не скажет. А это всё, что они видят, всё на языке у него. Лука 1.20. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить. Вы знаете о Захаре. А за что? За неверие. Есть некоторые люди, которые не заботятся о благовестии. Им ангел сказал. Вы не верите, что от благовестия будет зависеть ваше будущее. Вот будете молчать, никого ничего не скажете. А другой, где бы ни на чем говорить, он мгновенно переводит на тему о Христе. Тема благовестия у него даже не поднимается, и он из этого не выходит. Приучите себя к этому. О чём бы ты ни заговорил, о корове, о котёнке, о богороде, о детях, о погоде, сразу переводи на глаза. За одно предложение, второе уже славит Господа. Специальные учебники сектанты издают. Вот его над ним издеваются. Скажите, а кто у нас правитель? Ну, вроде он совсем в уме. Кто у нас правитель? Христос. Его пытается. Ну, а вы знаете, где хоть сейчас находитесь? Знаю. Господня земля, и что наполняет её. Ну, а какой день сегодня? Ну, он день знает и поэтому неужели, говорит. Сегодня воскресенье Христово. Или сегодня понедельник, когда Саша за неделю, и опять на Христа переводит. Ведь взрослый на это не надумается. И на всё это есть учебники. Как разговаривать? С кем разговаривать? Вот у нас в четвёртом томе, открытым оком, весь мир как бы разбивается на 24 категории. Один человек не верит в Бога. Как с ним беседовать? Другой не верит, что Библия – Слово Божие. Как с ним беседовать? Иной не верит, что после смерти ещё будет жизнь, суд Божий. Как с ними беседовать? Посмотрите ещё, у кого есть книги. Это огромный труд, проделанный не мною. Я без готового. Иной говорит, я пытался говорить, ещё не получается. Иной – я слишком молод. А другой – от меня никто и не примет. Видишь, какая моя жизнь. И как с каждым человеком в такой категории беседовать? Не молчать. Негосерак 21.6. Иной молчит, потому что не имеет, что отвечать. А иной молчит, потому что знает время. А сегодня он не молчит, когда не знает и время не знает. Непрерывное стрекотание идёт. Вот у нас за столом нельзя разговаривать. Две недели прошло, так не могу приучить. У детей памяти совершенно нет. Ну трудно ли наклоняться на чашку, не могу приучить. Притом, в полминуты проходит он опять то же самое. Тут же наказал его, лишил его завтрака, или первого поставил. И он сел только, и опять начинает говорить. Что родители разве не видят, какие дети? Они молчать не умеют. Они непрерывно разговаривают. О чём разговаривают, он через минуту уже не знает. За кусок хлеба дерутся, как голуби. У тех мира никогда нет. А то некоторые говорят, живут как голуби. Это означает, дерутся день и ночь. Книга Испирь 4.14. Вот ей Мартахей, своей племяннице, и говорит. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придёт для иудеев из другого места. А ты, дом отца твоего, погибнете. И кто знает, для такого ли времени ты достигла достоинства царского. Молчать не надо. Иди и так устроиться, что через тебя может быть спасение. Не ссылайся на неграмотность. Ты просто доверишься Господу. А потом будешь удивляться. И как так получилось, и как ловко. Я знаю, что приехал Равин у евреев. У них синагогу открыли в Барнауле. Но жертву они не приносят, потому что храма нет. Ну, человек грамотный. И звать его Наах. Наах, значит, Ноев. Я с ним по телефону беседовал. Потом мы с ним встретились и у главы города. Рядом сидели. Я заканчиваю беседу и говорю ему. Не думал совсем, говорю, слава Иисусу Христу. А он отвечает, хороших вам вестей. Тут на твои какие, что он подразумевает. А у меня так вырвалось, слава Иисусу Христа, он до Христа и не признаёт. Я после долго не вился на себя. Я эти слова могу не сказать, сказать ему до свидания или всего хорошего. Желаю вам добра. У меня привычно, потому что у меня все время это на языке. Слава Иисусу Христу. А трубку уже положил. Датья ходил и радовался полу. Мне, Господи, как это здорово. Я ему о Христе сказал. Вот как маленький ребёнок. Радуется какой-то весточке. Я бы не сказал умом своим, я бы не сказал. Господь отбросил мой ум, а язык произнёс. Слава Иисусу Христу. Так он пришёл, когда со всеми религиями, религиозными детям встреча было, и говорит, поздравляю всех с Рождеством. Поздравим с Рождеством при народном, при главе администрации. Ну а как раз Рождество Христово было. Он, может быть, имел что-то другое. Не сказал Христову. А с Рождеством, ну понятно, что Рождество-то было Христово. Ну а он-то может подумал про себя с Рождеством Моисея, или ещё как там с порока Еремии. Псалом 38.3. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Сегодня, если в чём-то обвиняют, начинают оправдываться. Ну ты по молчанию оправдываешься. Так он неправду говорит. Тем более твоя награда велика будет. Я молчал, и скорбь сама подвиглась, а она отошла. Где-то надо молчать, надо знать время. Я говорю, а вы судились с безбожниками? Судился. Потому что они нападали на Церковь Божий, на Юру Православную, и я добился полной победы. А остальное для них помосят, я никогда не воздражал. Да только и не ловно. Иеремия 4.19. Утроба моя, утроба моя, скорблю вам глубине сердца моего, волнуется во мне сердце моё, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы и тревогу брани. То есть война рядом, и я не могу молчать. И я буду говорить только о поражении, а не о победе. Войска северного гиганта падут, Бог сожжёт их, и трупы русские будут 7 месяцев хоронить. Мы знаем это из книги пророка Изекииля, 38 глава. Иер 41.4. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Это речь идет о каком-то звере Лера Афане. А вы держите коров. Я написал на стихотворение. Бога разное животное, но корова во дворе начальник. Посмотрите, как оно устроено. Все лаборатории мира не могут создать молоко. Этот продукт единственный на земле, который усыпается из кишечника, полностью вырезанного. И желудок убирает. Как это может быть? 96 разных элементов. И посмотри на нее. Она этого ничего не знает. Ест траву, запивает молоко. Километры там каких-то у нее жил тянется. Как соразмерно все в ней. И какая она кроткая. Как она ластится. Как тепло дышит. Как чудно все. Как ей трудно идти с большим выменем. А она идет. И все это для тебя. Не умолчу. Иерус говорит о каком-то звере. Непонятно, кто левиафан такой. А мы не умолчим, как овца устроена. Какая хорошая у нее шерсть. Как курица устроена. Присмотрись ко всему и скажи. Дом, двор мой переполнен чудесами. И всего-то у меня полная чаша. Слава тебе, Господи. И весной птицы летят из такой тысячи дали. Километры. Слава тебе, Господи. И как-то устроил Бог так, что кошка именно ловит мышку. Она и почему-то человека защищает. Или так уж положил. Слава тебе, Господи. А какие у нее кольки жальщики. Как она. Никто от нее не вырвется. Научитесь всему удивляться. Остановись с внуком, с ребенком. Расскажи ему о членах его. Какая она гибкая. Как она везде может подниматься. Какая собака смелая человека может от смерти спасти. На тигр даже кинуться. Слава тебе, Господи. Не умолчу. Не молчите. Все, что нас окружает, все прекрасно. Зерба какое-то семечко. А все вырастает вокруг. Ты посмотри, все разное. Не умолчу. У вас проповедь прям рядом. Каждому кусину, цветочку под водой и начинаю говорить. Ребенок это поймет. Это доступно ему. Это перед глазами его. Исайя 62.6. На стенах моих Иерусалим я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Это каждому говорится. Что ребенок может сказать другому о Господе? Вы их приучите к тому, что Бог будет судить. И судить будет не только по Библии, но и по совести. Я вот смотрю на детей даже, где, как они пасут. И все на одних фундаментах. Не, не больше. Сегодня пасут. Только выгнали. Полчаса прошло. Уже в лагере они ханули, взяли, играет, а скотина бродит рядом. Ей есть нечего. Я их призвал обоих на молитву. Два брата. Давайте помолимся. Помолимся, чтобы чуточку вам совести Бог дал. Хоть малюсенькую совесть. Но нельзя же так жить. Я говорю, вижу, недовольные. Помолились вместе, пошли. Я еще помолился им доход. О, Господи, уменьши их сердца. Впереди целая вещь для вас. Вы этого не знаете. А что бы было, если бы тебя Бог сделал этой скотиной? И тебя бы так пасли, не давали тебе есть. Я говорю, если вам на стол мать ничего не поставит, и завтра, после завтра пустая чашка. Вы уже измозолили это место. Там ничего нет. Пошел. Ничего там не растет. Нету. Одна крапива и фундаменты старая. Как же не стыдно. Так вы загоните там старый сарай. Да, деда, держи домой. Главное, ты сохранил их. Твоя задача-то. Выполнено будет. Вы сами пойдите. Я редко вижу, чтобы родители шли с детьми. Вы упускаете момент. Возьми дождевик. Пойди с ними. Расскажи об этих травах. Прогонить дальше. Уйдет момент. В душах детей не будет установлен алтарь божий. Вы горько будете плакать о своих ребятишках. А сердца их такие податливые. Начнешь с ними говорить. И видишь, ребенок внимательно слушает. Я, конечно, сукоризную им. Потому что мне жалко скотину. И я им говорю, мне было 5 лет. А тебе-то уже не 5 лет. И мы ходили, где Андреаша Бог и дальше. Забищик отца держались. Каждый день при том. В 5 солнышко на восход. И мы уже короб выгоняем в всей деревне. Старшему 10 лет. И мы самостоятельно все лето посмыли. Ну, а я на 5 лет моложе. Совсем другой народ идет. Почему? А с нами отец пас. Он брал нас в ночное. Мы сидели рядом. Он все разговаривал и разговаривал. Мой характер от отца. Моя нелюбовь к коммунистам от отца. Он каждую ямку пояснял. Как жили люди. Как их раскулачили. Это не зримые уроки я получал. Это привело меня к Богу. Оставьте свои телевизоры. Ведь ни один из вас их не разобьет. Ну, хотя выключите их до определенного дня. Среди недели не включайте. Во время поста не включайте. А уже не можете. Зараза засосал. Сдрогните и скажите. Я сегодня не напрасно был в храме. Это не человек мне говорил. Тебя Господь призывает. Призывает, чтобы детей привезти в Царство Небесное. И ты с ними пойдешь и не молчи. Рассказываем обо всем. Как хорошо им здесь быть. Что мутный источник заразы прошел мимо. Здесь чужих-то людей нет. Истарство Небесное. Истарство Небесное. Кто-то пришел позвать. А ребенок заглянул, в другую комнату отец молится. Не телевизор смотрит. Не в компьютерные игры играет. А стоит на коленях перед Богом. Девушка подошла и сказала. Папа, слушай, что Бог ему. Боженька ему говорит. Его трогать сейчас нельзя. Он молился Бога. А сейчас он молчит. Губы его не шевелятся. Он слушает Боженьку. Ребенок это понимает. Зарослые этого не понимают. В другую комнату оттолкнут. Иди помолись там. Ничего не будет. Будет одно нечестие. Притча 15.4. Кроткий язык, древо жизни. Но они обузданы в сокрушение духа. Дети сквернословят. Дети обзываются постоянно. У меня это не проходит. Я их наказываю с разрешения родителей. И каждый день. И те же самые. Что означает? А означает, что в душе алтаря Божия нет. В душе страха Божия нет. Этот ребенок родился на позор. На горе родителям, бабушкам. Они страдать и плакать от вас будут. У вас нет страха Божия. Вы сейчас стоите в храме и просите. Господь, дай мне страх Божий. Чтобы я не погиб после смерти. И после смерти человеку не в могиле лежать. А быть или в районе, или в аду. Где мы будем? Исайя 54, 17. Всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это не снаследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Но это не каждому удается. Я судился. И много судился. И адвокатов там набирали. Море. И все замолкало. Ничего нигде нет. Бог сердца судей берет. Нужно управлять и направляет. Ты доверишься только Господу. Не слышишь, и сколько против тебя говорят. Ну против меня это Божий говорит. Действительно. Я такой и есть. Но когда задевает Господа, не умолчи. Матфея 10, 19. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам что сказать. Если ты Слово Божие не знаешь, ничего тебе не будет дано сказать. Ты только стоять будешь, молчать и на кого-то показывать. А это он виноват. А это вот он меня туда затянул. А я бы был не такой. Никогда не перекладывайте свое незнание на другого. То, что сегодня перекладываешь, это может быть твоя слава. Прими на себя. А если не видно, обвиняй во славу Божию. Когда будут предавать? А это может быть сегодня. Я испытал. Было предательство. Обвиняли. Я не могу никак оправдаться. Устроили очную ставку. Она сейчас в монахине. И она преследовали. И тут же сказала. Я сказала неправду. Так мы вас судить будем. Согласна. Но я сказала неправду. И с меня обвинение от нас сейчас сняли. Я никак не мог повлиять на нее. Только молитвой. И поэтому. Если Господь позволит нам войти в эту годину искушения. Годину страдания. А Господь сказал. Один из вас предаст меня. А мы можем сказать. А может быть из 12 и 11 предателей будет. Вы учите детей быть верными. Как мать Маковейская научила своих сыновей. Один за другим сходили на костер. На сковороды раскаленные. Терзали и мучили. И ни один не отшатнулся. Но каждый говорил. Какие вещи. Почитайте. Вторая книга Маковейская. Седьмая глава. Ты можешь сегодня это уже увидеть в задатке в ребенке. Будет это или не будет. А представьте. Твою девочку украдут сегодня мусульмане. Или мальчик пошел. Попал в плен. Выстоит он или нет. Или примет мусульманство. Примет Мухаммада вместо Христа. Заложите в них крепкую любовь к Богу. И скажи. Ты можешь говорить правду или молчать. Никогда не лги. Если ты лжешь. Сатана в рот залез. Бог отступит от лжеца. Всякий лжец погибнет. И так. Уморил Господа Бога. Подражать Ему. Когда Его допрашивали. Господи. Научи меня молчать. И говорите об имени Твоем Святом. Аминь.